здравствуйте на канале годуновский бройлер у находитесь меня зовут елена я вам покажу почему я отдельно держу кур для карпаччо для того чтобы грудку использовать для карпаччо вот смотрите это грудка обычного бройлера небольшая ну видите она расслаивается ну то есть это слушай рядом для хозяек не новость вот такой карпаччо выйдет не очень хорошие потому что она ну как сказать вот этот кусок по-хорошему нужно убирать потому что он видеть открывается нужно целостный кусок и я использую грудь наших подкидышей как бы это цинично не звучало потому что даже если этот кусок уберешь останется достаточно толстая грудка большая и вот этот кусок карпаччо при завяливании он не будет слишком жесткий и какой-то слишком грубый то есть он будет такой давайте другой кусок покажу вторая часть вот такая вот видите и он не будет хоть он вот здесь вот и вот этот кусок не придется убрать отрезать оставшаяся часть будет толстая достаточно и это будет как раз карпаччо на утро на бутерброды очень даже вкусно потому что если делаем карпаччо из тонких грудок вот из таких тонких да еще и без этой части она совсем тоненькая получается то она получается жестковато когда выдерживаешь больше трех дней это карпаччо вот я не кулинар поэтому вас учить карпаччо делать не буду посмотрите рецептов много скажу я просто вкратце как делаю я засыплю солью на сутки полностью до ушей в миске в пластиковые снизу дырки в блюдце поставлю весь сок лишь не сойдет грудка уменьшится в размерах и просолиться наглухо потом я промываю и обвали промываю просто не выдерживаю в воде просто смывая всю соль ну там еще на полчаса может в воду поставлю воду солью все и потом обваливаю в специях перцах хмели цунели добавляю сухой чеснок сухой только не свежий чеснок и заматываю бинтами затягиваю ниткой и вешаю обычно в комнате просто зимой можно повесить там где у вас приток оттоков но воздушное пространство очень сильно воздушные потоки гуляют я могу это делать в гараже зимой вешаю недалеко от печки то есть там в среднем 15 градусов не жарко но из-за нашей вот этой печи турбулентность такая у трубы серьезная что там они очень быстро завяливаются очень качественно вот снова же совершенно в тепло вешать не надо перепонки все эти перегородки убираем кусок должен быть идеально ровный чистый и кончик тоже обрезаем слегка потому что он но он очень быстро высыхает вы все равно потом отрежете его не проживать или половину зубов потерять можно вот такие риски нам ни к чему поэтому мы отрезаем все ненужное оставляем все нужное и вот таким образом короче делаю карпаччо можно есть его как через сутки после того как вы его закрутили так и через да еще хоть через месяц ешьте то есть он к со временем будет все более плотный более твердый что и в перчатке я не люблю работать в перчатках но я порезала палец понимаете это как вот в сериале можно сделать серию называется что такое не везет и как с этим бороться и вот я разрезала его прям на сгибе но у нас же забой конечно мне нужно зачем мне левая рука я и 1 справлюсь прекрасно правда буду зубами видимо потроха доставать но короче у меня рука не плохо работает поэтому я делаю перчатку по сейчас соли буду ковыряться не очень приятно когда соль попадает в раны вот вообще рано не очень приятно надо стараться этого избежать я обрезалась не солить об кости ну отрывала грудку и порезала на сгибе палец об кости фу короче вот еще момент карпаччо я делаю только из своего мяса потому что я его термически как вы понимаете не обрабатываю поэтому мне моё мясо только подходит для карпаччо тут вы думаете сами мое в смысле выращенное мною вот блин это называется не буду показывать ну короче ладно быстренько прям пулей вот такие вот отверстие мы сделали в одноразовое посудине я беру достаточно глубокую большую вот на видите какая в проекте не делайте мало мало карпаччо если делаете то ну хотя бы две полностью грудки сделать потому что иначе у вас мороки столько же результату меньше поэтому так смотрите делаем отверстие ножом пробиваем но я вас умоляю делать это не на руке и аккуратно понятно аккуратно я потом не переживу если вы мне напишите что из моих советов в трампункт поехали поэтому пожалуйста делаем карпаччо не из своих рук да понятно вот сделали отверстие и в боках в дне я тоже делаю пробиваю в такие ветви эти дырки ну приличное количество но смотрите чтобы дно не выпало и не забудьте что потом этот контейнер должны поставить достаточно глубокую емкость чтобы стекал вот этот вот сок просоленный покажу сейчас рекламировать не буду она должна быть не иодирована это главное остальное какая достанете чем крупнее тем лучше так насыпаем на дно соль укладываем куски стараемся чтобы кусок со всех сторон был в обязательном порядке засыпан солью с краешек обязательно смотрите пачка у меня вот точно уйдет вот на это объем мяса это две большие грудки нет два куска больших и два куска маленькие грудки маленькие куски тоже можно делать карпаччо только есть либо первыми либо по подсушенными уже получаете такие мясные чипсы знаете бывает даже вяленое мясо продают я очень люблю меня вяленую конину но никогда наверное не смогу сделать ее самостоятельно потому что кони для меня это прям святое вот поэтому мы делаем вот так сейчас пачку я думаю что я потрачу соль на дне соль в миске беру кусок сначала обваливаем весь со всех сторон как следует таким образом и укладываю на мясо ой на соль и сверху просыпаю еще я почему-то не добавляю точнее почему то знаю почему не добавляю в эту соль специи потому что когда я перепромываю потом мне кажется что этих настолько мало толку что зря их только трачу и по этой причине я специи добавляю уже в вторую стадию приготовления то есть когда их обваливаю вот обваливаю в специях я их достаточно яро но снова нельзя переусердствовать иначе будет слишком там остро или слишком как-то не так но поэтому тут каждый себе на вкус делает когда вы делаете специи для обвалки я когда делаю специи для обвалки я добавляю туда могу добавить и перца сладкого до для объема чтобы обвалка была красная если вы красным перцем жгучим так сделаете но я боюсь что вы будете очень классным драконом вот вот так и и дальше снова все воздушные пространства посыпаем до одной рукой класс больной это делать но вы явно сделаете лучше чем я поэтому как бы не даже и не переживаю по этому поводу вы все видите все поймете так второе еще вот потолщик помните отрезали внутреннюю часть никаких вам тут этих всех лохмотьев ничего чисто должен быть ровный кусок без перепонок без всяких там всяких яких вы все равно будете их отрезать впоследствии если вдруг они останутся и чтоб потом вам не морочиться лучше это сделать сразу вот так не используя чеснок свой ну как бы который растет до живой чеснок только сухой причине того что он может у вас загнить в моменты заплесневеть моменты провеливания мяса сухой чеснок в этом смысле единственный чеснок который можно использовать так видите с этого краешка не очень прижата но ничего ладно так вот посматриваем соли много сразу скажу на это дело уходит но вы же для себя любимых делаете в конце концов пока в нашей стране не наблюдается дефицит с солью будем с вами делать карпаччо сами а вот с хорошим карпаччо дефицит наблюдается так что выборчив виден так вот так вот так вот так вот вот так вот и и вот так вот и все вот это высыпаем сверху чтобы ничего прямо не было у нас видно с вами даже еще можно мешка добавить если есть желание вот такая вот емкость и я ее вот сюда прямой поставлю и вот так я поставлю накрою сейчас ее крышечкой и поставлю в холодильник на сутки завтра будем заморачиваться дальше еще одну разделываю для еще одной партии так а вот это смотрите достала посмотреть уже сок дала видите этот сок мне нужно слить будет сейчас по возможности оставлю сюда вот видите это соленая вода но не вода соль влага из мяса которая выходит от соли из-за соли она плотно надо там не встает там есть и промежуток и вот промежуток заполняется вот это вот влагой и и мы с вами выливаем но периодически как только это возможно завтра с утра уже буду я это промывать все дело а вот эту грудку еще только сейчас поставлю и вечером буду делать завтра вечером уже буду промывать от соли я пробовал 4 рецепта это я скажу соль смешивается с перцами разными приправами сразу заваливается потом промывается и промывается около двух часов со смены воды и потом только заматывается марлей и вешается на просушку мне не понравилось потому что мне кажется что так мало специи потому что они все вот уходят во время промывки вместе с солью а я пробовала способ когда мы в соли вот так вот заваливаем сутки не сутки держим а на 24 часа до на рынке то сутки держим сливая воду потом меняя воду еще часов 5-6 вымачиваем в воде заново соль убираем мнение и потом специи за обмали обваливаем марли это же навели на завяливание мне тоже не понравилось мало соли мне показалось есть рецепт который соль вообще просто смывают и сразу в специях и сразу заматывают мне не по раз потому что много соли и много так получается специй как по мне так это лучше вот сутки в соли выстоять потом соль смыть буквально полчасика поменять пару-тройку вот слить воду эту соленую вместе с самым максимальным объемом соли слегка обвалять в специях причем может быть даже присыпать они помни напрямую обвалять и уже такое мясо вялить чтобы специи было не слишком много и соли было не слишком много и при этом куски грудки лучше конечно по толще тогда они по мясистее становятся и все этой соль и специи так сильно не режет уже эти куски так сильно вам не будут назойливыми так скажем в этом блюде вот по этой причине вот я выбрала для себя вот такой способ из четырех выбирала один и он не понравился лучше всего и по срокам выдержки мне нравится это мясо готовые примерно на второй третий день не раньше и может быть где-то до двух недель после двух недель она уже будет очень твердая вот так я думаю что еще зависит это срок вяленья от температуры и влажности окружающей среды конечно сейчас вот сыра влажная думаю что она может даже и хуже гораздо сохнуть будет мы попробуем вытащили мы свои куски грудки из соли такие куски получились их нужно хорошенько промыть я это сделаю потом двумя руками вот и когда вы промоете можно их оставить в воде воду периодически менять хотя бы раз там в 15 минут на часик на полтора на два чтобы основная масса соли все-таки вышла потому что даже делая толстые куски большие ведь они сразу худеют сильно после суток в соли мясо становится плотнее куски становятся более жесткие вот ведь они не гнутся просоленные и большую часть соли в я люблю чтобы она по вымылась но все-таки на сутки я не оставляю в воде с меняя воду по причине того чтобы тогда будет она совсем не соленая но в общем делайте так как вам будет удобно этот момент это исключительно дело вкуса все я промываю забыла сказать что вода должна быть холодной и еще чем больше емкость в который вы замачиваете тем больше процент воды на процент мяса так скажем и тем реже буду придется менять то есть замочите в ванной условно эти четыре куска и вам воду можно вообще будет не менять вода забирает соль нужно чтобы воды было достаточно или меняем почаще вот так так как мое солнышко спит буду говорить тихо я имею ввиду ленушку сашенька конечно тоже мое солнышко но он еще не спит поэтому чтобы не разбудить ребенка так соль вот эту которую у вас остается можно использовать для того чтобы подсаливать куром мешанки когда вы варите готовите но если вы придерживаетесь того что куром нужно добавлять соль то вот ее можно таким образом использовать вот я его мясо отсюда повыколупывала и положила в таз с водой это уже вторая партия вот таким образом она у меня сейчас в воде лежит а мы с вами готовимся делать обвалку для уже промытых кусков мяса уже снята с них большая часть соли вот они так сейчас выглядят вот такие вот кусочки это тоненький кусок это был тост до этого если вы его не узнали они уменьшаются в размерах достаточно серьезно вот самый толстый поэтому делаем для них обвалку и обваливаем их нужно будет слегка промокнуть тканью полотенцем чем хотите чтобы они были спасуши не такие важные для того чтобы сделать эту обвалку я буду использовать собственный кориандр который я сама делаю это черный перец который я делала из душистого перца мелкий он пробит в этой в кофемолке до вот такого состояния но он очень хороший аромат конечно дает потом не съесть смесь перца хмели цунели крупный перец помола для жарки мяса я не знаю мне как вот по наитию душа лежит так я и буду смешивать эти специи в общем у меня рецепта нет кто что любит смесь перцев не очень острая хмели цунели сами знаете да какой аромат дает кориандр я могу сделать так так и так то есть нужно чтобы были чуть по-разному как душе вашу удобно будет обваливаем немножечко присыпаем стряхиваем много не оставляйте спицы и заматываем бинтом к обсыпку я сделала беру кусок положу его на полотенце слегка промокну тоже второй кусок так и и подсыплю то есть знаете никак вот не прямо кусками оставляем а вот ссыпаем все это просто чтобы везде была покрыта но нигде сверх таких больших залежей не было просто а спас и обсыпала я так делаю вы смотрите у вас может быть свой вкус может вы любите так чтобы продирала до костей так вот все я ссыпаю все лишнее и заматываю бинтом бинтом так не могу вам показать заматываю короче по факту получается вот такая вот штука вот вот испачкала немножко но неважно вот такая вот куколка и я подвешу на нитки ниткой вокруг обмотаю сделаю петлю и повешу просто все висит у меня будет сутки самое раннее трое суток это идеальная стадия и потом недели две на я думаю что максимальная если дальше что это будет суховяленное очень мясо на вскоре чипсы такие к пивку узнаете вот так ну то есть не на бутерброд утренний а так приятного аппетита вы кончились блюда но нет остался с утра очень вкусный омлет очень вкусная еда да 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 очень вкусная еда да 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 остальное ерунда да 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 а